Итак, еще раз, еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели, мы продолжаем бизнес-канал на Финам.ФМ, сейчас время сухого остатка. Меня зовут Олег Дмитриев, как всегда в это время мы говорим о том, что происходит на финансовых рынках, основные события нас интересуют, движение туда-сюда в акциях, облигациях и в валютных парах. Итак, представляю моих сегодняшних гостей, это Станислав Савинов, аналитик Урса Капитал. Добрый вечер, Станислав. Добрый вечер. И это Сергей Аллен, старший аналитик институционной группы Норд Капитал. Добрый вечер, Сергей. Здравствуйте. Тема сегодняшняя, ну, обозначим ее опять, хотя, как всегда, традиционно мы будем говорить о более глобальных вещах, да, более широко разговаривать на темы финансовых рынков. И тем не менее, сегодняшняя тема, долговой рынок, коммунитарная политика нового главы Банка России. Кстати, по поводу новых глав банков России стоит, да, говорить, наверное, не только в отношении нашего, собственно, согражданина, согражданки. То есть не только главы российского Центробанка, потому что буквально сегодня, да, приступил, как мы знаем, к своим обязанностям новый глава Центробанка Японии, господин Курода, который уже, в принципе, нам знаком по тем высказаниям, которые уже публиковались. Мы ожидаем смены главы Федрезерва ближе к финалу 2013 года. В общем, здесь много всяких интересных вещей. Ну, да ладно. Значит, традиционно, в 18.05 в Москве я начну с того, что озвучу картину маслом. Итак, что же происходит на финансовых площадках? Сразу же бросается в глаза то, что основной набор мировых фоновых индексов в зеленой зоне, все они сейчас зеленые, как минимум. Ну, если говорить более детально, Азия сегодня очень здорово подросла, отыгрывала, видимо, предыдущие падения. Nikkei 225 чуть больше 2%. Shanghai Composite 2.5% прибавили в моменте сегодня. Значит, европейская сессия ознаменована тем, что наши индикаторы сегодня тоже отскакивают. РТС прибавляет чуть меньше 0.5%. ММВБ 0.5%. Дальше индекс FTSE 100 также в небольшом плюсике. Сегодня, кстати, фунт туда-сюда гоняют, ну, видимо, в связи с текущей статистикой макроэкономической. Очень динамично сегодня движется эта пара. Фунт, британский фунт против доллара США. И американцы к нам уже присоединились полчаса назад, учитывая, что у них уже летнее время. Dow Jones прибавляет половину процента. И S&P 500 также в плюсе на полпроцента после вчерашнего небольшого снижения. Далее смотрим на сырье и на рынок Forex. Бренд чуть-чуть подрастает. 108.30 в моменте стоит бочка этой нефти. И по сравнению с ценой закрытия вчерашнего это плюс 0.8%. Золото достигло, в принципе, да, локального максимума в районе 1615 за унцию. И в текущем моменте корректируется. 1608 долларов строит унция этого металла. И дальше рынок Forex. Евро-доллар у нас, да, отскакивает также после установления локальных минимумов. И сейчас стоит 1.29 с полтиною. Ну, доллар-иена, наверное, есть смысл еще озвучить. 95.50 стоит 1 доллар в японских иенах. Набор голубых фишек разнонаправлен. Ну, видимо, уже традиционно, несмотря ни на какую динамику. На отрицательную динамику он разнонаправлен. На положительную динамику он разнонаправлен. Вообще непонятно, что происходит с нашим рынком. Но, тем не менее, смотрите, среди лидеров роста сегодня акции банка ВТБ больше 2%. И акции Сбербанка, также прибавляющие больше 2%, 2,2%. Далее можно рост телеком, наверное, обычку упомянуть. Чуть больше процента. Ну, а падением сегодня отметился Аэрофлот. Больше процента он потерял. И Русгидро также чуть больше 1% в минусе. Ну, в общем, вот такова картина маслом, уважаемые коллеги. Давайте начнем разговор. И, если позволите, все-таки я хочу вас попросить осветить общую динамику движения на финансовых рынках. Ну, и какие-то, так сказать, макроэкономические, основные макроэкономические события. В частности, сегодня, мы об этом говорили еще вчера, но проанонсировать стоит. Наверняка наши слушатели тоже ребята такие умудренные, да? Так вот, сегодня в 22.00 решение по ставкам Федрезерва и дальше через полчаса выступление господина Бернанки. Ну, кстати, давай, Стас, может, с этого и начнем. Ну, какие ожидания у тебя, вот, ну, понятно, по ставкам, наверное, нейтральные, а вот с точки зрения выступления. Стоит отметить, что февральские протоколы, последнее заседание, опубликованное в феврале, показали то, что, показали то, что Федеральный резерв размышляет, Федеральный резерв размышляет, когда же произойдет отказ от текущей ультралиберальной монетарной политики и когда наступит этот момент, что это может привнести на финансовые рынки. Ну, после этого выступала правая рука Берна Бернанки и Джанет Йеллен, и сам Бернанки выступал, и они заверили институционное сообщество в том, что никакого пока ужесточения и отказа от третьего раунда количества смещений в ближайшее время не предвидится. Монетарные власти желают увидеть уверенное, стабильное и продолжительное восстановление американской экономики. Отмечались позитивные признаки на рынке недвижимости, но в то же самое время рынок труда пока еще далек от оптимальной формы, уровень безработицы далек от того таргета, который они установили. Таким образом, на предстоящем состоянии Федеральной резервной системы, скорее всего, будет сохранен бассаж, что они будут продолжать текущую политику. И тут единственное, что может произойти, это они могут присмотреть прогнозы экономического роста в сторону повышения. В сторону повышения? В сторону повышения, да. Но, опять же, Берн Бернанки на последующей пресс-конференции может указать на риски, связанные с Кипром, на риски, связанные с секвестром. Напомню, что бюджет до сих пор еще не принят в Соединенных Штатах. И таким образом, отказа в нынешних условиях от монетарной политики текущей не стоит. Это нелогично, по крайней мере. Я понял тебя. Сереж, ты как смотришь на ситуацию в Штатах и сегодняшнее заседание? Какие ожидания у тебя по поводу сегодняшнего заседания комитета по ставкам? Я в целом согласен со Станиславом, но думаю, что риторика будет в этом ключе. Посягаться на главную такую рыночную святыню не будут. Рыночную святыню, что ты сейчас назвал? Это КУЕ, безусловно. Возможно, да, будет пересмотрен прогноз по экономике в сторону улучшения, поскольку мы видим, что и статистика неплохая выходила в последнее время. Ну и хочу отметить отдельно, что на Кипр такой вот яркого негатива не показали американские индексы, мы видели. Ну как минимум, да, СИП вчера открылся вроде, а потом и закрылся. То есть американцы, они не сильно переживают по этому поводу. Я думаю, что да. Сильных потрясений не ожидаем. Я понял, хорошо. Значит, ну давайте так, я проанонсирую, поскольку необходимо это сделать, несмотря на то, что реклама у нас идет. Уважаемые слушатели, для вас прежде всего мы хотели бы сегодня с вами все-таки поговорить о вещах более широких, нежели сосредоточиться опять на проблемах Кипра. Хотя проблема актуальна, остается до сих пор. Поэтому я еще раз напомню, значит, завтра мы на Финам.фм, собственно, да, весь день говорим именно о Кипре. Кипр в фокусе, основная идея завтрашнего дня эфирного. И в частности завтра в сухом остатке будет у меня гость, вы знаете его, это Игорь Домброван. Он как раз в Саксо-банке работает и все знает изнутри практически. И у вас будет возможность задать ему все любые вопросы, помучить его этими вопросами, пусть в конце концов он, да, сидит, мучится, краснеет и не знает, что ответить. Хотя он как раз знает. Вот такая, это я сейчас обращаюсь к вам, уважаемые слушатели, да, такой анонс, значит, о Кипре мы говорим завтра все-таки. Хорошо, давайте вернемся, еще две минутки у нас есть. Есть, что касается, ну, давайте, американских, поскольку о америке заговорили, американских индексов, текущие ситуации на американских финансовых рынках и фондовых рынках в том числе, стоят они, да, у исторических максимумов. Какое движение ты ждешь в ближайшее время, Станислав, будет ли перехай или все-таки назревшая коррекция, наконец, случится, как ты думаешь? Ну, я думаю, что как раз после Бена Бернанки возможно появление триггера, да, и здесь вряд ли Бернанки может чем-то либо удивить, поэтому, скорее всего, рынки так или иначе сосредоточатся уже на обсуждении бюджета США, вспомнят про то, что последние дни были очень позитивными для американского рынка акций, нужно выпустить пары, так или иначе какую-то коррекцию мы увидим. Вот, но станет для этого разворотом, для разворотом восходящего тренда, пока об этом говорить, конечно же, рано. Говорить рано, но и, в принципе, есть ощущение, что вот этот восходящий тренд должен развернуться. Продолжай, да, вот мне понравилось очень, Сережа там сказал, по поводу, да, Куе-3, продолжай разговор о том, что никто не собирается сейчас эти программы сворачивать, и в Штатах в том числе. Ждать разворот, есть ли смысл? Есть такая вот сущность на рынке, так как склонность к риску, соответственно, если это свойство рынка начнет ухудшаться по событиям извне, связанным с кипом. Ну, в частности, как минимум, Европа. Таким образом, даже вот этот физический фактор притока свежих денег от ФРС на какой-то момент времени может потерять свою актуальность. Поэтому в данном ключе стоит обращать внимание на проводящиеся аукционы по выкупу ценных бумаг ФРС. Таким образом, примерно представлять, когда будет приток свежей ликвидности. И вот в эти окошечки наблюдать за внешним фоном. Если он ухудшается, то, соответственно, возможно, какое-то движение вниз. У кого-то могут быть, сдадут нервы, и... Движение в доллар именно, да? Движение в доллар. Ну да, в том числе вот есть трежерис. И когда аукцион проводится, то в этом случае важность факторов снижается, макроэкономических. И таким образом начинает работать монетарный фактор, и рынки могут вырасти. Такая природа сейчас с рынков на данный момент. Ну да. Хорошо, я понял. Значит, смотрите, мы сейчас с вами прервемся, послушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжим наш разговор. Продолжим, продолжим наш эфир, уважаемые слушатели. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. В гостях сегодня Станислав Савинов, аналитик Урса Капитал, и Сергей Алин, старший аналитик кондиционной группы Норд Капитал. Тема нашей программы. Это монетарная политика нового главы Банка России. Ну, давайте, собственно, поговорим именно о российской экономике, о той самой монетарной политике. Начну я, наверное, все-таки с того, что очевидно, что и движения на рынках отечественных, да, на фондовом рынке отечественном, ну и, видимо, какие-то движения на рынке денежном, на валютной секции нашей биржи, все-таки связаны, может быть, даже не столько, да, с ситуацией внутри России, а в том числе и с ситуацией за ее рубежами. В частности, последние события, да, очень ярко это показали. Ну и всегда мы говорим, да, от чего зависит движение на российском рынке. От цен на нефть, да, от макроэкономики, от событий в Америке, в Европе и так далее. Вот с этой точки зрения мы посмотрим на то, как развиваются события в России, ну, а прежде всего давайте все-таки обсудим возможную кандидатуру нового главы Банка России. Кто это, кстати, как ты думаешь, Сереж, будет? Это будет Эльвира Набиулина, Владимир Путин уже сделал свой выбор, то есть здесь можно, скажем, разделить будущую политику Банка России на два этапа, до и после Эльвиры Набиулиной, поскольку все-таки с ней связывают определенные такими термофозы в денежно-кредитной политике. Если интересно, могу, в принципе, их озвучить. Конечно, конечно, это наша тема, давай. То есть таким здесь Рубиконом выступит июнь месяц, поскольку полномочия Сергея Игнатьева заканчиваются 23 июня, и вот выбор главы Банка России в этот раз длился не как обычно, он затянулся, обычно за 4-5 месяцев до окончания полномочий, скажем, действующего главы, назначают нового главу. Сейчас же фактически синхронно произойдется смена руководства. То, что госпожа Набиулина будет новым главой, это вопрос решенный уже? Я считаю, что да, еще Дума должна утвердить. Ну да, остались формальности, да, как мы говорим? 22-го числа уже может. 22-го марта. Там все равно еще некоторые процедуры нужно будет, так скажем, пройти, для того, чтобы Эльвира Набиулина в итоге вошла в должность. В итоге мы разделяем политику Банка России на до и после, как я уже сказал. Что такое до? До это Сергей Игнатьев. Это Сергей Игнатьев и политика какова? Политика такова, что Банк России пока по-прежнему находится между таким вот политическим молотом и инфляционным наковальней. Инфляция у нас, вот согласно последним данным, которые сегодня вышли, 7,3% в годовом выражении. И Банк России, видимо, по-прежнему будет вот этим инфляционным счетом прикрываться. И держать? И держать, скажем, такой мораторий на понижение ставки. То есть держать ставки на высоком уровне. И в целом, конечно, есть вероятность, что Сергей Игнатьев делает такой вот прощальный подарок рынкам. Но в целом вероятность не настолько высока, поскольку еще вот мы знаем, что в июле повышение тарифов на услуги. Планируется. Извини, пожалуйста, Сережа, прощальный подарок как выглядит? То есть снизить ставку? На 0,25, да. Ты как думаешь? Я думаю, что все-таки этого не произойдет, несмотря на то, что последний сопроводительный комментарий дал почву для таких предположений. Для ожиданий таких. Да. Дело в том, что в сопроводительном комментарии уже не содержал такой пассаж, как то, что сложившийся уровень ставок денежного рынка будет приемлемым. Там не указан на какой срок. Таким образом, ранее Алексей Влюкаев, зампред ЦБ, говоря о том, что это может быть сигнал того, что ставка может быть как повышена, так и понижена на следующем заседании. Вот. Таким образом, рынки получили надежду на то, что уже на следующем заседании, в апреле в том числе, возможно, уже ставка будет снижена. Но я считаю, что, скорее всего, ЦБ будет проводить осторожную политику, как раз ввиду того, что в июле возможно повышение тарифов. Вернее, невозможно, а уже утверждено. Да. И таким образом, возможно, что инфляция, она не будет, ну, такими темпами снижаться стремительно, чтобы вернуться, там, по крайней мере, приблизиться к целевому таргету в 5-6%. Поэтому Банк России, несмотря на критику, доносящуюся в ее адрес, будет по-прежнему придерживаться текущей политики. Текущей, то есть высокие проценты ставки, да? Хорошо, ну, предположим, что не принесет нам, Игнатьев, такого подарка, вот, но ты говорил, да, о том, что политика Банка России, это до Набиулина и после Набиулина. Вот до, я так понимаю, особых изменений может и не быть. А что будет после? После, так скажем, ждем умеренного смехтения денежно-кредитной политики, но оно будет проходить постепенно. Почему умеренного? Потому что Эльвира Набиулина обладает взглядами либеральными, ну, как правильно отметил руководитель администрации президента. Без либерального, соответственно, такого фанатизма. Она, у нее взгляд либеральный, но без фанатизма. Без фанатизма, да, потому что я, например, считаю, что... А как фанат либеральный на посту главы Банка России выглядит? Что он делает? Он что, на 2% сразу снижает ставки? Ну, после этого лишает свои должности. Сразу же, да, и вылетает. Ну, были такие кандидаты из, так скажем, политиков, довольно-таки радикальные такие вот советские взгляды. Я считаю, что Эльвира Набиулина обладает необходимым бэкграундом, соответственно. В принципе, она из-за боем и Путина, поэтому, так скажем, по первости, вот это вот политическое давление, оно, в принципе, к этому моменту может, так скажем, назреть именно... Смотри, вот мы говорим о политическом давлении, да, о неком, ну, воздействии, что ли, да, политическом на главу Центробанка, в чем, ну, как бы традиционно всегда считается, да, что Центральный Банк это независимая такая история, правильно, потому что она занимается конкретными задачами, ей никто не может приказать что-то делать. Хотя, вот, даже сейчас, если посмотреть опять вокруг России, ну, тот же, та же Япония, да, вот там есть, есть некое взаимодействие, есть некое давление, да, правительство нового и, соответственно, давление на главу Центробанка, ну, и на политику денежных кредитов. Вот можно говорить о том, что, смотри, ну, я опять боюсь этого слова, давление, ну, некий вот этот политический, да, политический такое воздействие на текущего главу Центробанка было уже, да, какое-то время, и результата не достигло своего, и именно поэтому, да, именно поэтому приходит сейчас главу Центробанка, вот, кандидатура. — Да, я на этом, по этому поводу размышлял, потому что, если бы все было так просто, опять же, за 4-5 месяцев назначили уже нового главу, выбрали бы Алексея Улюкаева, такого готового уже кандидата, соответственно, и не усложняли бы себе жизнь. А выбор был довольно-таки сложным, соответственно, и... — А то, что Навиулина, это мы, это усложнили жизнь, да, это, я так понимаю, это более сложная история. — Пытались найти кандидата, который подойдет и вашим, и нашим, устроит и экономистов, и бизнес, и политиков, и в целом инвесторов. — Ага. — Я считаю, что кандидатура в целом выбрана правильная, поскольку... — Вот она как раз, да, устроила все озвученные, да, твои? — Да. — Да, в обоих сторонах, я понял. Я понял. Ты согласен с этим? — Ну, я думаю, что, действительно, кандидатура сбалансированная, учит от интереса всех, и можно даже проследить по комментариям СМИ, те, кто придерживаются либеральных взглядов, уверены в том, что, так или иначе, Эльвира Навиулина приступит к снижению ставок, там уже когда стопит должность, кто-то, в числе, например, которых Силуанов, министр финансов России, говорят о том, что будет политика ЦБ продолжена в дальнейшем виде. Таким образом мы... — То есть получается, что они, да, два лагеря, а Навиулины ждут... — Да. — Одного. — Одного и того же, да. Эти говорят, давайте снижать, она будет снижать наверняка, потому что она либерал, а эти говорят, нет, она вот... — И, скорее всего, ну, так или иначе, мы это увидим, конечно, по факту, да, на это указывают, ну, я имею в виду то, что будут интересы учтены как одной группы, так и другой. Мы можем это увидеть, поскольку будет в качестве советника Эльвира Навиулина оставлена нынешняя глава ЦБ Сергей Игнатьев, потом Эльвира Навиулина необходимо будет в курс дела войти, у нее нет макроэкономического опыта, не макроэкономического, работа в финансовой системе, руководство, вот, и таким образом к этому моменту уже, может быть, притормозится инфляция, вот эти вторичные эффекты, просто тариф уже будет, так сказать, сглажен, да, появится там дефляция в потребительском секторе, в продовольствии, и таким образом, наверное, скорее всего, там уже после того, как наступит должность, там, спустя несколько месяцев, да, и таким образом те люди, та группировка, которая придерживается вот взглядов, скажем так, жестких, которые желают, чтобы... Ну, традиционно, давайте уж американскими терминами, там есть ястребы и есть голуби, да, вот. Те, которые пекутся о том, чтобы Астралийбанк был независимым, и чтобы та цель среднесрочная, которую взял ЦБ, А у него цель именно над инфляцией, да, таргетирование инфляции. Да, таким образом она будет выполнена, и там и овки, и овцы будут целы, и волки сыты. Хорошая опять аналогия, мне понравилась. Овцы, волки. Кстати, Сереж, тебе вопрос, ну, мы достаточно долго обсуждаем, да, вот эту историю. Еще в прошлом году, я помню, да, мы говорили о том, что ЦБ вообще ему очень сложно, потому что инфляция растет, да, он вынужден держать ставки, а тем более он повышал их, да, там, вторую половину. И в то же время снижение экономического роста, очевидно, да, падает. И вот он между молотом и наковали, ну, собственно, о чем вы сейчас и говорите. И я несколько раз слышал от ваших коллег, которые здесь сидят, что, в принципе, да, сама вот эта вот история, связанная с процентными ставками, она, может быть, и не очень даже эффективна в сложившейся ситуации в России. Ты как думаешь? В целом, я думаю, да, еще нужно, чтобы, скажем, дошли эти меры до реального сектора. Как раз вот Банк России сейчас, правительство поручило над этим подумать. Также подумать над тем, чтобы, скажем... Подумать над чем? Чтобы, чтобы что? Чтобы деньги дошли до реального сектора? Чтобы проработать инструменты кредитования реального сектора. Также расширить, скажем, банковскую линейку инструментов рефинансирования. То есть, в целом, при Эльвире Набиулиной, к тому моменту, также могут появиться предпосылки к именно вот долгожданному трехлетнему рефинансированию. Банки уже много раз это просили, соответственно, но... Ну, никак не получали. Да, никак не получали. Я понял. Сейчас есть такое ожидание, что наконец случится. Я понял. Хорошо, значит, сейчас мы еще раз прервемся, послушаем новости, потом продолжим. Итак, продолжим эфир сухого остатка на Финам.ФМ. Я Олег Дмитриев, в гостях Сергей Алин, старший аналитик институционной группы Норд Капитал и Станислав Савинов, аналитик Урса Капитал. Тема сегодняшней программы – монетарная политика нового главы Банка России и обсуждаем долговой рынок, что, собственно, вполне логично. Перед этим я еще раз хочу напомнить, уважаемые слушатели, у вас есть возможность позвонить в студию, задать свой вопрос моим гостям. Телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495 и есть адрес сайта, сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы, собственно, а мы продолжим. Давайте продолжим разговором как раз о долговом рынке, о рынке облигаций, что там происходит сейчас, потому что, ну, если честно, мы давно эту тему не обсуждали почему-то, да, вот там конец прошлого года, учитывая бум на рынке ОФЗ, мы говорили, вот у нас есть, да, замечательная история, инструменты фиксированной доходности вроде бы, да, и такая история, что они приносят бешеные, ну, по крайней мере, в сравнении, да, с рынком акций. До долгового рынка. До долгового рынка бешеной доходности, в сравнении даже с рынком акций, это было нечто. И в этой связи, в этой связи еще хотелось бы услышать ваше мнение по поводу текущего, ну, и в перспективе будущего некого курса рубля по отношению к доллару США, который, ну, опять на основании, видимо, последних, да, основываясь на последние события, продолжает ослабевать, и нынешний его текущий курс, я смотрю на споте, это 30.85, более того, открылся он сегодня в районе 31 фигуры, да, то есть вот новый диапазон 31-30.80, видимо, он так сейчас пока будет расторговывать. Ну, в любом случае, да, 30, помнишь, да, мы обсуждали, насколько далеко он может окрепнуть, да, дальше 30 рублей за доллар, дальше он не окреп, а начинает, вот уже рубль практически, рубль практически прибавил, да, доллар, ну, или потерял рубль. Сереж, давай с себя начнем, и так, что там на долговом рынке сейчас? И обязательно надо евроклир опять, наверное, вспомнить, да. Ну, коснемся ФСЗ, мы видим, что здесь идея либерализации затухла, почему, потому что либерализация это всего лишь такой ключник от дверей рублевого рынка госдолга, но нужны еще стимулы для того, чтобы в эту дверь заходить, как мы видим, как раз... Подожди секунду, то есть ключик есть, да, вот пресловутые эти самые евроклиры и прочие истории, да, ключик есть, вот, ребята, заходите, вам это делают теперь просто, да, потому что мы постарались. Нужно угощение приготовить. Да, они не идут, да, исти незачем, то есть сейчас доходности, да, долговых инструментов не особенно прельщают. Ну, вот с начала года они выросли порядка, прибавили полфигуры, то есть мы видим определенную коррекцию. Всего лишь, да, всего лишь. Всего лишь. Но это все-таки немало, поскольку вот за прошлый год там... Просто полфигуры, это как бы, да, смотря в каких единицах, если более подобно, более доступно, точнее, это сколько? Это половина процентного пункта. Половина процентного пункта, да. Ну, на длинных бумагах это очень ощущается, поскольку высокая дюрация, у нас длинная дюрация, точнее. Здесь весь момент в том, что как раз мы видим, что спрос и на первичном рынке довольно-таки низкий. Сегодня априори Минфин аукцион проиграл, хоть и выполнил свой, так скажем, план в полном объеме, потому что отказался от размещения 15-летних облигаций, ФАЗ заменил их на более короткие 7-летние банды и, соответственно, уменьшил объем предложения с 20 миллиардов рублей до 6 с лишним миллиардов рублей. Мы видим, что сейчас и нефть снижается, аппетит к риску не на высоте, и, соответственно, вот эти все факторы, они, конечно, не привлекают, не являются приманкой, а такой антиприманкой для нерезидентов прежде всего. И ФАЗ пока показывает логичную динамику, каких-то здесь вот таких вот улучшений настроений я, например, в ближайшее время не жду. Ближайшее-то какое примерно? Ну, я думаю, что до лета. До лета, да? То есть ближайшее, там, полтора квартала осталось. Я протяжусь таких же взглядов. Мне кажется, что все это обусловлено тем, что склонность к риску на мировых рынках сейчас сократилась, и Россия в этой связи стала... Несмотря на то, что мы говорим все-таки о долговом рынке Российской Федерации, но это все равно, да, не повод для того, чтобы... Дело в том, что мы здесь получаем негативное влияние через наш валютный рынок. Рубль перестал крепнуть, и таким образом инвесторы, которые приобретают наши долговые инструменты, могут получить еще вот... Валютный риск. Валютный риск, да. И с учетом того, что цены на нефть, на мой взгляд, уже опустились и закрепились ниже отметки 110 долларов, и если дальше будет какая-то эскалация напряженности сохраняться, то вполне возможно, что мы там в перспективе нескольких месяцев увидим, что цены на нефть там к 105 и к 100 долларам приблизятся. И в этом случае тогда на валютном рынке, то, что мы наблюдаем, там, 31 по... ну, ближе к 31 рублю по доллару, и 35 по бивалютной корзине. Мне кажется, эти планки будут пройдены, и, соответственно... И рубль может ослабнуть больше. Да, и ОФЗ пока никто торопиться приобретать не будет. Несмотря на то, что они сейчас довольно интересно выглядят, наклон кривой очень высокий, и, скажем так, для спекулятивных целей это интересно, но момент тайминга, он, скорее всего, чуть попозже будет. Сереж, по поводу рубля, какие твои взгляды на вещи? По поводу рубля я не ожидаю от него как раз укрепления. Согласен с мнением Станислава, ожидая его ослабления. То есть, 30 мы видели, и вряд ли, да, в ближайшее время опять к 30. Ну, здесь, так скажем, рубль либо о рыночной грабли спотакался, либо, соответственно, ему мешал Банк России со своими валютными интервенциями. Интервенции, на самом деле, не столь большие по своему объему, носят больше психологический характер, потому что не все, на самом деле, понимают, что это такое, что это за зверь. Тем не менее, да, вот даже информация, в районе 30-й фигуры беды Центрального банка, и все сразу понятно, что лучше туда не ходить, да, лучше воздержаться, фиксануться здесь. Танца прибыли невеликой страны с резком. Да, 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 и поэтому туда не идут. Так, ну, а с точки зрения ослабления, куда ты видишь движение в ближайшее время? Я думаю, что сильного удара рубль не получит, но до 32 вполне может груз доллара дойти. Опять где-то до лета, да? Опять до лета. Ну, может быть, даже не до лета, наверное, а, скорее всего, там, к середине лета. А, к середине лета. Ну, то есть, опять-таки, да, ведь мы понимаем, что все движения, да, в чем бы то ни было, они взаимосвязаны, если мы определяем, да, там, перспективы, связанные там с американской экономикой, с глобальной экономикой, с российской экономикой, изменения вот монетарной политики, наверняка эти вещи как раз будут отражаться в разных, да, в разных апостасях. А, тут просто хочется отметить, что недавно наткнулся на исследование, согласно которому вот как раз третий раунд количества смягчения играет меньшую роль в ценообразовании сырьевых товаров, в том числе цен на нефть. Можно посмотреть, как разошли, разошли с СНПИ то же самое и цены на нефть. И таким образом Россия станет интересной, когда мировая экономика действительно начнет глобально во всех сегментах расти. В России, когда мы увидим более уверенно, не такое скомканное восстановление китайской экономики, когда мы увидим решение проблем в Европе и, скажем так, когда американская экономика выйдет на самоподдерживающий характер восстановления. В этом случае тогда цена на нефть как раз-таки начнут все-таки повышать эту динамику, да, и будет тут играть не монетарные факторы, влияние будет иметь, а уже непосредственно макроэкономические. В этом случае тогда и рубль будет укрепляться, и Россия вдруг станет интересной для всех. Сейчас интересно, но момент не пришел еще. Вспомнил я песенку, да, вдруг, вот мне слово такое понравилось, вдруг, пока что-то там запляшут облака, да, да, и в Россию все потянут сразу. Ну да, вот это еще и... Это замечательно. Кстати, по поводу Куе-3, ну и в принципе Куе, правильно я понимаю, что вот первые программы, да, они, по крайней мере, на рынке сырьевые большее влияние оказывали? Да, да. Как раз... С чем это связано? Ну, с потенциалом роста, наверное, тогда. Когда цены на нефть были очень низкими, да, по сравнению с теми максимальным значениями, которые достигали. Сейчас, на данный момент, ну, может быть, еще и в чем дело. Дело в том, что регуляторы понимают прекрасно, что высокие цены на нефть – это риск для мировой экономики. И поэтому было несколько подпринято шагов. То есть здесь некий парадокс, можно, да, говорить о том, что, с одной стороны, дополнительная ликвидность, она призвана экономику несколько завести, а с другой стороны, эти деньги идут, да, и задирают цены на сырье, на нефть. А как экономике развиваться при таких цены? Здесь еще такой немаловажный момент – дать банкам заработать на этом, потому что банк сейчас начинает все больше и больше влиять на все процессы жизни во всем мире. Во всем мире. Да, и таким образом были предприняты шаги по обузданию ценовой динамики. И мне кажется, что, скажем так, некоторым инвестбанкам так или иначе неформально сказали, чтобы они не взвинчивали цены. И таким образом здесь уже нет такой спокультивной динамики, которая наблюдалась в предкризисной. В предкризисной очевидно, да, это понятно. Ты как, Сережа, видишь перспективы сырьевых активов, нефти в частности. Вот по поводу КУЕ хотел бы дополнить. Здесь было такое еще на рынке неприятное послевкусие от бюджетных проблем в Штатах, еврозоны, так скажем, и вот эффект от КУЕ, он был из-за этого частично смазан. И также вот мы видели, что рынки не были, скажем, обрадованы именно параметром КУЕ. То есть вроде как КУЕ есть, но как долго оно продлится, никто не знает, и присутствуют опасения, что его могут свернуть. То есть такие вот именно моменты, они, конечно... Я с тобой согласен, но тем не менее, да, когда в сентябре объявляли третий этап количественного лечения, все-таки оптимизма-то было побольше, да, и никто не заморачивался на том, как долго оно продлится, да, и 85 миллиардов, сначала 40, потом еще там 45, прибавили, это всех радовало. А сейчас вот этот оптимизм исчез, это связано с тем, что... Фискальный обрыв. Американский, да. А? Фискальный обрыв. Фискальным обрывом, да, секвестром, вот об этом речь? Ну да. Я понял. Я понял. Хорошо. Деньги есть, но они не задействуются вот в полной мере. Склонность к риску еще пока не на тех максимумах, где... А, кстати, вот тоже, да, скажите мне, пожалуйста, ну, как бы есть, есть такое мнение, что вот эта программа количественных лечений, она не, ну, не слишком эффективна именно потому, что большая, а может быть большая часть этих денег не идут в реальный сектор экономики, они идут куда угодно, там, на финансовые рынки в том числе, да, до реальный сектор не доходит. Это так, действительно? Ну, кредитование американской экономики по-прежнему далеко от тех уровней, которые наблюдались до кризиса, и на самом деле все центральные банки, центр-банкиры говорят о том, что должны политики работать для того, чтобы появляли стимул для экономического роста. Именно политики работают, да? Да, конечно. Они просто покупают время для мировой экономики, вот, пока это получается, пока это удается. Сереж, добавишь сюда? Я согласен с этим мнением, поскольку мы видим, что все эти деньги, в основном, идут в фондовый рынок, в сырьевые активы, но сейчас они не особо туда идут-то. И, в принципе, банки вот много средств аккумулируют на своих счетах, есть такая тенденция именно от американской банки. Соответственно, пока вот эти деньги, они, в принципе, скажем, в замороженном таком состоянии находятся. Смотри, да, вот Станислав говорит, что должна быть некая политическая воля, политическое решение. Даже тот же господин Бернанки выступая там однажды, он говорит, ребят, я делаю все, что могу, я же не могу никого заставить, да, сказать. Берите кредиты, берите кредиты, это вы как-то должны решить. Вот что с этой точки зрения должно быть сделать правительство, ну, штатовское, прежде всего, как ты думаешь? Вопрос довольно-таки сложный, поскольку они сами не могут ответить на этот вопрос даже. Ну, они-то не знают, но, а ты можешь знать ответ на этот вопрос. Предлагают они политикам разработать программу среднесрочную по сокращению дефицита бюджета для того, чтобы бизнес понимал, что там, в какое время можно ждать увеличения налогов и таким образом, чтобы он распоряжался той наличностью, которая скопилась на счетах. Пока этого нет, осторожно идет и найм новых работников, и осуществление новых инвестиций, потому что они понимают прекрасно, что в ближайшее время возможно там изменение ситуации, увеличение налогоблажения, там еще какие-то там такие сюрпризы, которые вы видели. Вот, это похоже на то, что мы обычно сетуем, ну, бизнесмены сетуют, а то, что Россия один из минусов очевидных для того, что бизнесы там мало и средне развиваются, что нет как бы, да, осязаемых правил игры, или точнее они там постоянно могут меняться. Вот в Штатах, да, похожа сейчас ситуация в этом, по крайней мере? Если смотреть в макроэкономическую точку зрения, то в принципе да. Ты тоже, да? Ну, вот смотрите, даже тот же самый фискальный обрыв, демократы требуют, чтобы была пересмотрена доходная часть бюджета, чтобы были сокращены налоговые лазейки, чтобы были повышены там налоги на корпорации. Естественно, что это будет так или иначе влиять на процесс принятия решений. Причем в данном случае, да, сами корпорации будут каким-то образом на этот процесс влиять. Могут точнее, да? Конечно, они могут поменять юрисдикцию, например, вполне. Такое возможно. Хорошо, хорошо, хорошо. Значит, смотрите, осталось немножко времени. Я хотел бы проанонсировать, значит, в последней части нашей программы. Мы будем отвечать на вопросы слушателей. Ну, и естественно, что вполне логично, значит, поговорим о российском фондовом рынке, ну, о его, так сказать, рисковой составляющей, о рынке акций. Посмотрим, да, какие интересные идеи сейчас на нем присутствуют. Ну, конечно, если они есть. В любом случае, сегодня, видите, банковский сектор достаточно убедительно отрос. Надолго ли это хотелось бы, конечно, знать. Ну, да ладно, знать всего мы не можем. Ну, а поговорить об этом мы обязаны. Итак, сейчас у нас время, чтобы послушать новости на Финам.ФМ. Ну, а потом мы будем продолжать наш разговор. Итак, продолжим. Последняя часть программы «Сухой остаток» на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня тема нашей программы связана с долговым рынком, с монетарной политикой нового ожидаемого главы Банка России. И в гостях Сергей Ален, старший аналитик институтной группы «Нордкапитал» и Станислав Савинов, аналитик «Урсакапитал». Ну, как бы то ни было, мы не можем обойти и традиционные разговоры о том, что происходит на российском фондовом рынке. Ну, с точки зрения индексов мы более-менее там обсудили, а вот с точки зрения отдельных идей, которые могли бы быть интересны нашим слушателям, ну и всем, кто занимается, если еще занимается инвестициями в российские акции. Ну, вопрос такой, с чем связаны сегодня достаточно позитивные, да, неожиданно, может быть, для кого-то позитивные динамика в банках, в банковском сфере. В частности, еще раз я напомню, вот Сбербанк прибавил больше 2% и ВТБ, правда, начинается уже от скорости. Банк ВТБ 2 дня подряд был аутсайдером рынка, связано это было с тем, что участники рынка опасались, что проблемы Кипра скажутся на его финансовых показателях, но сегодня выступал представитель правления Костин, который сказал, что потенциальные убытки будут ограничены минимальными. Принимальными, да, озвучил цифру, которую обрадовал инвесторов, и сегодня как раз наиболее активные участники рынка начали... Эту радость выкупать, активно выкупать. Да, и в целом поддержку оказывает динамика их оппонентов на европейских площадках, где также несколько страсти поулеглись после того, как парламент отложил законопроект в голосовании, вернее, не отложил, а не принял его. Не принял его. Да, и, соответственно, появилась надежда, что каким-то другим выходным способом будет решена долговая проблема Кипра без вот таких острых, остросоциальных мер. Ну, вот видите, я был наивным сегодня с самого начала программы, когда уговаривал и вас, да, и слушатели, что давайте мы не будем сегодня тему Кипра трогать, завтра об этом отдельно поговорим, но невозможно, видимо, ее не потрогать, да, даже сегодня. Вот даже сейчас, если мы вспоминаем с вами банковский сектор, на чем он сегодня отскочил, вот это прежде всего, что логично, конечно, это события, связанные с Кипром. Ну, и, Сережа, в этой связи, тогда давай уж я развязываю вам руки, да, у тебя тоже есть, так сказать, желание, я так понимаю, и в связи с политикой Центральной Банка Российской Федерации все-таки упомянуть еще проблему Кипра. В связи с Центральной политикой Банка Российской Федерации? Да, да, да. Ну, или в связи с долговым рынком Российской Федерации, да? Да, так более понятно, да. Но, в целом, мы видим, что долговой рынок, он, естественно, более стрессоустойчив, чем рынки капитала отечественные, определенные здесь такие телодвижения есть, то есть ряд участников рынка перекладывается из более длинных бумаг в более короткие, но все это пока происходит довольно-таки спокойно. В целом, немножко ценники снижаются, но вот каких-либо таких вот сильных метаморфосов нету. Ну, и короткие бумаги пользуются наибольшим сейчас спросом. В принципе, на локальной арене еще проходит и налоговый период очередной в текущий месяц. Соответственно, вот, учитывая и то давление, и то давление, в целом, рынок держит, что очень достойно. И то давление, и то давление, это о чем еще раз? Это внутренний фактор налоговый период и внешний фактор, вот именно такая вот неопределенность касаемо Кипра. Ну, и дальше давайте все-таки об этой неопределенности поговорим. Действительно, мы ожидали, да, сегодня, вчера, вчера, сегодня, да, принятие решения по этому вопросу. Отказался парламент Кипра это дело принимать. И, если я правильно понимаю, то возникла некая неопределенность все же. Ну, в то же самое время возникла надежда, что все-таки будет какой-то другой сценарий. И так или иначе, многие зажглись этой идеей и начали покупать подешевшие активы. Подешевшие, да, подешевшие. Да, плюс еще, конечно же, ожидание ФРС. То есть, в моменте рынок перепродан, кто-то закрывает короткие позиции, кто-то в надежде покупает, что Бен возьмет и вдохновит всех. Ну, так или иначе, конечно же, осторожности пока остаются превалирующие. Вот я пока, честно, не видел каких-то серьезных покупок. Скорее всего, это пока просто закрыть короткие позиции. Если мы говорим про наиболее рискованные активы. А что касается долгового рынка, то там тоже пока все спокойно. Никто не торопится делать эмоциональные движения. Ну да, да. То есть, в принципе, да, мы говорим о том, что надо дождаться как минимум решения вот этой наиболее насущной проблемы. Все равно надо как-то решиться. Надеемся, что решится. Выход есть, как известно, из любой ситуации. Единственное, что надо его найти. Ну, и заседание Федеризерва сегодня тоже наверняка может добавить каких-то идей дополнительных. Если все-таки абстрагироваться сейчас от разговоров о Кипре, поговорить о еврозоне без отвязки. Хотя я понимаю, наверное, это не очень правильно было бы. Но тем не менее, поговорить о еврозоне без сейчас, да, вот, так сказать, без призмы, да, без взгляда на Кипр. Вот с этой точки зрения, Сереж, как ты думаешь, насколько реально вообще восстановление европейской экономики, да, с учетом проблем в Испании, в Италии, там, политический кризис ведь тоже до сих пор не разрешен. С учетом, ну, плохой макроэкономической статистики. Как ты видишь это? Ну, в целом, мне кажется, что сейчас вот такой вот идет бег по замкнутому кругу. Пока еще кризис, мы видим, что продолжается, и что он закончится, пока таких вот предпосылок нету, именно такого быстрого окончания. То есть еще вот на, как минимум на пару лет может все это затянуться, да. Но мы вот опять-таки смотрим сейчас на доходность индикативных десятилетних облигаций стран PX. То есть проблемных стран еврозоны. Мы видим, что они тоже не испытывают такого вот именно стрессового влияния от Кипра, именно давление. То есть доходность, они, конечно, у рискового актива подрастает, но без фанатизма. Без фанатизма, да? Как говорится, да. На каких? На приемлемых уровнях, да, где-то держатся? Ну, вот испанские, допустим, и итальянские десятилетки вчера прибавили в районе девяти байсных пунктов. Соответственно, днем ранее там в районе пяти байсных пунктов. То есть довольно-таки такое небольшое движение. Вот вчера испанские банды, их доходность пересекла пятипроцентный рубеж, но сегодня опять опустилась ниже этой отметки. То есть я хотел, да, какой вопрос задать? Несмотря на драматические события, это на долговом рынке не отражается на европейском? Ну, у них своих проблем хватает, все о них знают. Это и политическая неопределенность, соответственно, в Италии. Такая вот именно сейчас тоже идет битва статистики, макростатистики между еврозоной и штатами. Это оказывает такое мощное давление на пару евро-доллар. Как мы видели, ее до этого продавили довольно-таки сильно вниз. Соответственно, пока, да, из-за Кипра сильно не переживает. Но, с другой стороны, именно все ждут развязки и кульминации, поскольку нужно понять, подорвет ли вот решение итоговое, доверие инвесторов мировых именно вот к ЕС в целом. То есть, как говорили уже, ничего святого больше нету, как вы сказали, в ряда макроэкономистов. И непонятно, что вообще делать и фактически хранить деньги под матрасом, если такая ситуация, да. Совершенно верно. То есть, изначально, да, когда мы там еще несколько, некоторое время назад, да, прогнозировали развитие событий, вот есть проблема у Кипра там финансовая. Ну, наверное, она решаться, потому что, ну, что такое Кипр? Это доля, да, в европейской экономике, да и цифра-то небольшая. И так мы отмахивались все время. А оказывается, вон что. Проблема-то решается, но какими-то нетрадиционными способами, а это как раз вот, да, некий прецедент. Если, да, инвестор как потом может рассуждать? Если можно экспроприировать на Кипре, почему нельзя в другом месте делать? Значит, тогда нет действительно защиты от, да, в глобальном смысле защиты инвестиций. Все усилия по созданию единого банковского надзора и системы страхования вкладов, они могут быть положены под сок, ну, потому что это действительно прецедент, это может спровоцировать набеги вкладчиков в других проблемных странах. Думаю, что многие уже об этом задумались, вот, и, слава богу, пока этого еще не принято. И, скажем так, эта волна была в зародыше просто задавлена, вот. Но в любом случае, если это решение в конечном итоге будет принято, то риски такие есть. И, несмотря на то, что Кипр — это там полпроцента от ВВП еврозоны, в волну могут быть втянуты страны, которых ВВП больше, там уже некоторые написали, что, например, это Италия, вот, в том числе, а это уже четвертая экономика еврозоны. Ну, да, ну, да. То есть опять мы говорим, да, что риски, может быть, сейчас связаны не столько с самим Кипром, да, с его финансовой системой, а именно стабильностью. А с влиянием тех решений, которые принимаются еврокомиссией в отношении Кипра на общий... А вот тоже интересный момент, смотрите. Ну, европейские рынки хоть как-то отреагировали, да, упали сначала, потом там частично восстановили. Кстати, евро-доллар ГЭП не закрыл еще понедельничный, да, остальные там более-менее. А американцы практически совсем не отреагировали на это дело, ну, если опять не считать там открытие вчерашнего дня. Почему? Они действительно считают, что эти проблемы, так сказать, ну, это так далеко происходит, что эти проблемы никаким образом не могут коснуться Америки. Как думаешь, Сережа? Ну, на самом деле, у американцев, скажем, не настолько много денег в кипрских банках. И в Европе в том числе, да? Да, у Великобритании, соответственно, и у России наибольшие такие там лежат депозиты у корпораций. Американцы, у них хватает своих проблем, у них, они, скажем, играют под свою дудку, у них своя музыка играет, на Кипре играет своя музыка. То есть, пока еще не было окончательного решения, вот такие вот именно пессимистические настроения, в частности, подрывы доверия, они не распространились на Америку. То есть, в целом, пока вот... Это можно тоже позитивно каким-то, да? Если американцы глобальный риск какой-то увидели, они бы первые начали бегать. Тут можно еще сказать, что просто, может быть, происходит перелокация активов из Европы в США, как раз-таки, как более тихую гавань по сравнению с Европой. Уже так, тоже похоже, даже уже... На протяжении... Американский рынок акций и то воспринимается уже как неким защитным инструментом. Да, да, на протяжении многих месяцев уже, там, не знаю, с начала года, это, по-моему, точно очевидно, что идет опережающий динамик американского фонда рынка по сравнению с европейскими. Я понял. Друзья мои, спасибо огромное за интересную беседу и то, что вы нашли время. Я благодарю вас. Сергей Ален, старший аналитик инвестиционной группы «Нордкапитал», Станислав Савинов, аналитик курса «Капитал». Уважаемые слушатели, спасибо вам за внимание. Завтра мы о Кипре обязательно поговорим. До свидания, до завтра.